Привет всем, это канал Сосиска в Тесте и наконец-то у нас новое видео на канале и это обзор FIFA 16. Она еще не вышла нигде в России, поэтому пришлось создать аккаунт, который не русский, не английский, а очень далекий, Новая Зеландия. Ну что, посмотрим, что из себя представляет FIFA 16. Тона такие, знаете, вполне так приемлемые для FIFA, но, конечно же, русский язык, ух, как громко, как громко музыка играет в спорт. Какой техничный мячик, да, сейчас, только что перед нами был. Месси, распадающийся на молекулы, как вы видите, да, ну, все понятно, подгрузка у нас идет. И у нас сразу же, сразу же, очень, все громко. Ну что, у нас появилась новая такая фишка. Это тренер, который нам подсказывает, что, куда и зачем бежать. Открой секрет, я поиграл сегодня ночью уже и расскажу свои впечатления об этой игре. Игра стала немного медленнее, я думаю. Поменялась немного физика игры, игроки стали немножечко, вот, когда принимают мяч, немножечко останавливаться. И иногда происходит так, что это бревно, которое называется игроком, принимает мяч так, что лучше дерево примет его, чем этот игрок. Месси по флангу, вот, посмотрите, на скорости он спокойно уходит от Рамоса, и что будет делать? Рамос его просто корпусом оттеснил. Неплохо, неплохо было сыграно. Давайте мы отключим тренера. Удаем нам подсказывать. И вот сейчас за Криштиану Роналду можно и пробежаться. Попробуем навесик. И прошел обратный. Понятно. Не, чтобы ногой он решил, головой, но это же Криштиану Роналду. Еще тут такая вот фича у меня была. Это угловые. Угловые. Каждый, если честно, угловой. Ух, Криштиану Роналду. Так, сейчас было опасненько, если честно. Посмотрите, вот как он долго это все делает. Навес! Не прошел. Ну, посмотрите, как на выходе хорошо играет голкипер. Карвахаль, Модрич. Кросс. Хороший лонгшот. И удар! Потрясающе. Хотел сказать, Кросс хорошим лонгшотиком обладает, но его накрыли. Это Бензимада оказался в нужное время, в нужном месте. Так вот, продолжил рассказывать. О том, что мне нравится в этой ФИФе. Немножечко мне, конечно, понравилось то, что порезали эти вот дальние ударчики. Я еще раз. Это повторю. Так как, сколько я не сыграл матчей, каждый вот этот удар дальний был какой-то то ли слабый, то ли реалистичный. Потому что... Прям пулей он не влетал ни в девятку, ни пробивал вратаря. Ну, а вратари... Это отдельная история. Играют они потрясающе в этой ФИФе. Но это пока демо. Пока демо. И я вам скажу, мне очень даже нравится, как играет голкипер. Особенно на выходах. На выходах в 15-й ФИФе у них были просто огромнейшие минусы. Кришчан Роналду. А, нарушил. У-у-у, вот еще. Одна добавочка. Это, конечно же, у нас... Это же, конечно, у нас полосочки. Полосочки, спрей. Как говорится. И попробуем сейчас со штрафного ударить. Понизу. Вот еще один. Такой добавочный плюсик. Я не знаю, или это у меня так, или у всех. Но почему-то, когда силой бьешь, он бьет понизу. Можно подать Марсела. Подача. Никого нету. Модрич. Кросс. Не дают ему пробить. Кросс. Видите, да, какие ударчики. Немощные. Очень нравится в этой фифульке еще бороться корпусом. Корпус здесь очень, очень так. Помогает. Вот Бейлом сейчас можно пробить с левой. Удар Бейла. Вот это было красиво. Вот это было, если честно, реалистично. Не то, что раньше. Удар пушкой. Не знаю, там, воротарь даже не пытается его достать. И он уже в оборотах. Здесь мяч взлетел очень красиво. Еще раз повторю, что очень красиво он летел. Так, заваливавшись в конце полета. И вот пенальтик. Все покажем в этой фифе. В этом обзоре, можно сказать так. Желтую карточку показывают Марселло. И смотрим, как Марселло недоволен. Недоволен. Пальцы на растопырку. Каждый вот этот гневный, почему-то, игрок всегда растопыривает пальцы. Вот, заметил я что. Конечно же, заметили вы все тату. Тату нашего Месси. Я думаю, не у всех тату будет прорисовано. Как сейчас хорошо сыграл у нас гулки. Как-то сэвил. Просто красота. Так вот. Не каждому, наверное, игроку прорисуют татушки. Но топовым, я думаю, сделают. Стоять. А, и еще. Дергание за футболку. Дергание за футболку здесь немножечко отличается. Игрок не падает. Когда его дергают за футболку. Нету такого больше. Можно даже сказать бага. Который всех, наверное, бесил. Пас на Роналду. Роналду прокидывает на ход. И вот здесь можно прострелить. Понятно. Бейл. Что? Что это? Почему он не ударит со всей силы? Он просто взял, подставил ногу. Мне кажется, у всех будут бомбить именно от этого, что игрок просто не лупит. Ближний угол не попал. Месси. И вот посмотрите. Нет, здесь у меня не получилось. Хотел показать вам момент. Также я отдал пас. И раньше игроки, то есть воротари, не прыгали. Не прыгали на этот мяч. Здесь очень далеко мячик ушел. Вот. Не прыгали, но... Исправили немножко голкиперов. И они сейчас на вот такие вот опасные мячи все равно летят. Хотелось бы, конечно, в онлайне поиграть. Здесь не все так. Просматривается все вот эти вот проходы на скорости. С живым игроком будет как-то поудобнее это все. Узнать, будет ли это или нет. Хороший отбор, но там валяется игрок. Бейл. 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 Оп! Бензима! Забиваем мы все-таки гол. Я думал, если честно, голкипер попытается затащить этот удар. Второй. А, это Кросс. Это Кросс даже забил. Я думал, он попытается. Но нет. Попытался отбить спиной. Не получилось. Видите, да, он побежал обратно. К воротам и чуть ли в пятую точку ума не залетел. Стоять, Месси, стоять, стоять. Вот видите, здесь только после подножки он упал. Сколько бы я его за футболку не дергал. Сколько бы я его там на пол не пытался за эту футболку посадить. Только после подножки он падает. Как только нога подставляется, все. Игрок падает. Вот эти вот моменты, когда игрок борется за каждый мячик, просто потрясающие. Вот эти вот прострелы на дальнюю. Красота! Вот это красиво. Это красиво было. Они в этот. Рекламные щиты пали. Посмотрите, какие прострелы. Мне кажется, имбой будет. Мне кажется, будет имбой. 90-минь в полничатке. Нормально. Ну что, ребятки. Заснимем. Как там он называется? Драфт. Уже в следующей серии, в следующем обзоре. Выдем сегодня же. Так что. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Будет очень много фифы на канале. Будет карьера. Будет Ultimate Team. Будет карьера за игрока. Подписывайтесь. Не пожалеете. Всем пока.